Юные южноуральские инженеры придумали, как заводчанам меньше работать. На предприятии нужно внедрить робота в свои разработки. Они представили на конкурсе Робофест. Проекты они разрабатывают для промышленников. Что уже применяют, расскажет Денис Киселев. Приготовились, запускаю линию. Эта линия – копия настоящего промышленного оборудования, только гораздо совершенней. Вместо рабочих команда юных робототехников предлагает включить в процесс роботов. То есть сделать процесс автоматизированным. Это и для предприятия выгодно и позволит повысить скорость производства. Главная наша задача – это автоматизировать процесс. То есть заготовка приходит на завод, полностью обрабатывается, идет точение, сверление, фрезеровка, проверка, упаковка. И дальше она увозится. Робототехникой Семен увлекся в школе в Едкуле. В прошлом году он уже принимал участие в Робофесте. Тогда команда автоматизировала процесс доставки писем. Со своим проектом школьники попали в тройку лучших в Москве. А теперь их новая разработка может пригодиться крупным предприятиям. Мы сделали проект по производству фланцев, который мы на экскурсии посмотрели. И именно согласно этого предприятия мы сделали полный цикл производства фланцев. Этот проект будет как-то внедряться, наверное, на производстве? Ну, если руководство посмотрит и подумает о том, что у нас есть рациональное зерно, то возможно, да. На конкурсе юные робототехники демонстрируют свои разработки. Одна из них – проект разгрузочного узла для железной дороги. Его школьники придумали для станции Челябинск. Разработки юных инженеров могут заинтересовать своими проектами учебные заведения и будущих работодателей. Сейчас у нас получилось присоединить профессиональное образование, высшее образование с помощью наших партнеров. Найти партнеры предприятия, которые уже в этих ребятах видят свои будущие кадры. И они ведут их, начиная вот с сегодняшних дней, они ведут их до прихода уже к ним в качестве специалистов. Лучших выберут профессионалы, а победители отправятся на всероссийский этап конкурса в Москву. Денис Киселев, Андрей Федотов, ОТВ.